МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире регионального телеканала Репортер 73. Наша очередная встреча с губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских. Сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Алексей Юрьевич! Здравствуйте, Александр. Я хочу начать сегодня нашу встречу, наш эфир с главных событий этой недели. Мы все живем в сложных условиях гибридной войны и обязаны реагировать на это очень оперативно и очень жестко и очень собрано. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются регионам для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно? Вы правильно отметили, что живем мы в очень сложное время. Я бы даже сказал, в сложнейшее. Уверен, что, исходя из тех вестей, которые у нас поступают, с линии специальной военной операции, не только туда, что победа скоро будет нами одержана, все свидетельствует о том, что до окончания военной операции не так осталось много времени. Нам надо еще немножко все вместе напрячься. В общем-то, мы все делаем для того, чтобы обеспечить нашу победу. Практически каждую неделю у нас собирается антитеррористический штаб. Я принял решение создать во всех муниципалитетах аварийные бригады. Они будут действовать на постоянной основе. Проведем сейчас учебу, учения специальные. Мы приняли меры по закупке специальных средств радиоэлектронной борьбы. Все оборонные предприятия, не только оборонные, обязаны закупить такие средства. И на своих предприятиях тоже создать аварийные бригады. Время сложное, и нам надо быть готовыми ко всему. Все мы прекрасно понимаем, что наш враг ищет слабые места в нашей Апароне и атакует российские регионы, которые находятся близко Гайницы. В первую очередь, я говорю, о Белгородской области, которые практически каждый день подвергаются ударам. Каждый день там объявляется ракетная тревога. И мы не можем остаться в стороне от этого. Мы протянули нашим гражданам руку помощи. Я лично несколько раз разговаривал с губернатором Белгородщины. И мы приняли решение принять у себя, наряду с другими регионами России, детей с сопровождающими. Буквально, вчера мы приняли партию, первую партию. Всего мы примем порядка 150 человек. Разместим их у двух наших санаторий, и Тиль, и Радон. Обеспечим их всем необходимым для проживания. Самое главное, создадим все условия для продолжения учебного процесса. Дети не должны внести издержки. Учебный год продолжается. Поэтому в этом плане мы все продумали. Они продолжат учебу в наших учебных заведениях. Подготовка к летней кампании – это персональная ответственность каждого задействованного в этой работе. Особое внимание необходимо уделить безопасности объектов детского отдыха. В Ульяновской области более 54 тысячи детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях. Планируется организовать работу 538 организаций отдыха детей и их оздоровления. В том числе 26 загородных оздоровительных лагерей, 375 школьных лагерей с дневным пребыванием, 134 детских лагерей труда и отдыха, 3 детских лагерей палаточного типа. Продолжается прием документов на приобретение путевок за частичную стоимость. Приоритетная задача – повышение качества воспитательной работы, формирование у детей чувства патриотизма, уважения к подвигам героев Отечества. Приближающимся летом планируется проведение профильных смен, движения первых «Орлята России», организация военно-исторического лагеря «Страна героев», российского военно-исторического общества. В ряде учреждений пройдут профилитационные смены. Ульяновская область готовится принять детей из пострадавшей от украинских обстрелов Белгородской области. В санаториях «Итиль» и «Радон» разместят более 150 детей школьного возраста в сопровождении родителей либо законных опекунов. Для них будут организованы комплексный план оздоровления, эмоциональные разгрузки и образовательные программы. С детьми поработают не только медики, но и педагоги, вожатые и воспитатели. Безопасность на протяжении всего периода отдыха наших сограждан обеспечат сотрудники Росгвардии. Продолжаем эфир. Репортер 73 сегодня разговаривает с губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских и говорим о главном и судьбоносном событии – это выборы президента. Владимир Путин получил рекордную поддержку, рекордный уровень поддержки россиян и ульянцев в том числе. Подавляющее большинство россиян проголосовали за него, пришли на участки и в нашей стране, и за рубежом. Как вы лично оцениваете выборную кампанию? Я оцениваю, что у нас в регионе выборная кампания пошла на отлично. Как, в общем-то, мы и призывали большинство избирателей, пришли на избирательные участки. Рекордная явка – 73 с лишним процента. Это, на самом деле, рекорд для нашего региона. Ну и поддержка президента более 83% – это говорит о том, что все население Ульяновской области поддерживает ту линию, которую ведет наш президент, которую ведет наше правительство. Жители региона показали, что они консолидированы, что полностью поддерживают курс и верят в нашу победу, а значит, верят в будущее нашей России. Это очень важно. Мы должны были это показать всему миру, что мы едины, что разобщить нас невозможно, что санкции делают нас только сильнее. И чем больше наши враги вкладывают деньги в поддержку преступного украинского режима, чем больше они вливают нам миллиардов долларов, тем сильнее становится и Россия. Тем самым их цели не достигаются. Я уверен, что свои цели они в скором времени оставят. 18 марта итоги выборов в регионе подвели на заседание избирательной комиссии Ульяновской области. Участие в выборах президента России приняло более 682 тысяч избирателей. Явка в Ульяновской области составила 73,2%. Рекорд за последние 28 лет. Эти цифры демонстрируют сплоченность, консолидацию общества и поддержку курса президента Российской Федерации. Впервые в этом году реализован проект «ИнформУИК» – адресное информирование населения о выборах, времени и месте голосования. Главным показателем эффективности стала стопроцентная легитимность результатов. Отметилась компания также рекордно низким количеством зафиксированных нарушений. В избирком поступило всего 8 обращений, каждое из которых удалось отработать в максимально короткий срок и без влияния на итоговый результат. Слаженную работу показал и корпус общественных наблюдателей. Его представители присутствовали на каждом из избирательных участков. Всего, включая наблюдателей от партий, наблюдения за выборами осуществляли свыше 4 тысяч человек. Большая часть из них подготовлена общественной палатой Ульяновской области. Каждый тематический вагон поезда-музея отвечает на главный вопрос – в чем сила? Сила в правде. Выставка погружает и в военный быт, и демонстрирует мощь российского оружия в различные эпохи. Главная цель масштабного проекта – сохранение исторической правды, демонстрация успехов и достижений армии и флота нашей страны во все времена. Военные также приняли участие в процедуре президентских выборов и подчеркнули – голосование не только гражданский долг, но и нравственная ответственность перед Родиной и народом. Запомнилась ульяновцам и викторина «Любимый город», что символизирует логотип УАЗ, в каком году Симбирск переименован в Ульяновск. Вопросы несложные, но заставляющие лучше узнать историю родного края. Тяга к знаниям и немного везения помогли семьям Батяевых, Лукьяновых и еще семи счастливчикам стать победителями викторины и получить автомобили УАЗ «Патриот». Теперь, говорят, их любимым чтением станут книги по краеведенью, да и путешествовать на УАЗиках по региону станет удобнее. Продолжаем эфир. Сегодня в студии регионального телеканала губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Алексей Юрьевич, следующая тема нашего разговора – это отчеты Кабмина в Законодательном собрании области и Общественной палате. В начале каждого года министры областного правительства отчитываются о работе за прошлый год и в профильных комитетах, и в Законодательном собрании, и в Общественной палате. Вот я на практике сама знаю, что не все министры с таким воодушевлением это принимают, не все очень охотно идут, но тем не менее приходится. Мы в палате стараемся уйти от такого формализма и очень чутко, во-первых, собираем все данные и просьбы, и пожелания, и комментарии. Мы с муниципальных общественных палат, у нас тоже есть небольшой опрос, давайте его посмотрим, а потом в студию вернемся, и вы скажете, как вам этот формат работы подходит или не подходит, как вы его оцениваете. Дороги нас волнуют, и грязь волнует, вот это вот, везде это грязь. Дворы вообще ужасные, лед, гололед, сугробы, снега, ничего не убирается. У нас на улице Ленина убрали остановку маршрута на такси. Страдают дети, страдают пожилые люди, которые не могут уехать с рынка. Верните нам остановку. Огромные проблемы доехать до дома, просто элементарные. Особенно вечером. Нет трамваев, маршрутки настолько увеличили интервал, то есть раньше ходили они часто и собирали народ. Рубка деревьев, я на нижней живу, у нас сейчас спиливают себе деревья, макушки вот это вот, но не убирай. К врачу нельзя записаться, у меня вот диабет, я не могу месяц записаться к эндокринологу. И на работе точно так же. Девушку у нас одна, очень надо было ей срочно записаться. Она через министерство записывалась, никуда не годна. Люди вынуждены лечиться, если хотите, чтобы были нормальные врачи, нормальная диагностика. Это только в платной медицине. В бесплатных поликлиниках делать нечего. Культура рухнула, мемцентр уже пять лет закрыт, филармония давным-давно закрыта, ничего не построено. Дома строят, где театры нету. Итак, я поддерживаюсь мнения, что для того, чтобы правильно и грамотно руководить муниципалитетом, районом или регионом, надо постоянно быть на связи с жителями этого региона. Именно поэтому все поездки в районы я обязательно в план включаю встречу с жителями. Потому что для того, чтобы правильно руководить, правильно давать те или иные команды, указания, надо понимать, для чего ты это делаешь и что действительно волнует жителям. В нашем регионе жители, конечно, представляют общественную палату. И совершенно правильно, что в законодательстве Ульяновской области есть такой пункт, что обязателен ежегодный отчет кабинета министров перед общественной палатой. Такие отчеты начались, они проходят, и практически уже все зампреды и министры отчитали со своей деятельности за 2023 год. Кто-то отчитался на блестящее, кто-то получил для себя новое, так сказать, домашнее задание на 2024-2025 годы. Ну, это формат таких отчетов, я считаю, абсолютно правильным, и мы обязательно будем это продолжать. Не исключаю, что будут кадровые изменения, потому что неэффективных руководителей мы просто обязаны менять на эффективных, для того, чтобы шел позитивный процесс. Ну, посмотрим, кто будет справляться, значит, будет дальше оставаться в команде. Кто будет притормаживать, ну, тут уж никуда не деться. За нами, жители региона, мы просто обязаны это делать, как бы это ни было для нас тяжело. Кадровый вопрос, он всегда очень тяжелый. Ну, мы с вами видели вот в материале, что львиная доля вопросов у жителей региона связана с состоянием дорог. Весна пришла, обнажила сразу все эти проблемные точки, проблемные места. У меня очень много адресов из Димитровграда, почти 20. Да, я представляю. У меня их того больше. У вас тоже, да? У меня этого больше. Так, и вот в соцсети тоже нам приходит обращений очень много. У нас тоже есть сюжет, мы сейчас посмотрим. Но все-таки зачитаю, чтобы люди слышали и видели. Михаил Елчев обращается именно к вам. Алексей Юрьевич, вас снова беспокоит Синзы. Могли бы вы дать точный ответ по прокладке асфальта по дороге в микрорайон Пазухина. Местная администрация кормит обещаниями уже три года. Владимир Шабров тоже к вам обращается. Невозможно передвигаться по улице Невской, как после бомбежки. Лужи скрывают дорожные ямы. Перекресток Невская-Стасово. Вот вопрос банальный, но он каждый год задается. И каждый год мы слышим о том, что тратятся огромные бюджетные средства. Когда вернется асфальт? Каждый весенне-летний строительный период у нас начинается с ямочного ремонта. В этом году мы полностью к этому ремонту готовы. К сожалению, пока что погодные условия еще не дают возможности выходить на полноценный ямочный ремонт. Но как только средняя дневная температура будет выше 10 градусов Цельсия, и как только просохнет асфальт, эти ямочные ремонты и работы по восстановлению, и картами, и струйным методом, они пойдут в полном объеме. Денежные средства на это выделены. Все необходимое оборудование и техника имеется, и материалы тоже закуплены. Надо немножко с этим потерпеть, немножко смириться. Но я хочу сказать, что даже в зимнее время, в зимний период, при минусовых температурах, мы не прекращали ямочный ремонт. И есть технологии литового асфальта, так называемой технологии. Мы это делали, но, к сожалению, везде это просто невозможно, потому что объемы по такому методу ремонта, они не могут быть большими масштабными. Но обязательно эту работу сейчас продолжим, и максимально сжатое время дороги восстановим. А дальше уже у нас период капитального ремонта, смена верхнего слоя асфальта. Все необходимые деньги, а их из года в год на дорожные строительства все больше и больше, и они выделены, и мы это обязательно сделаем. С весной исчезают дороги. Много жалоб по Ульяновску и Димитровграду, пишут ульяновцы в соцсетях. Совсем невозможно передвигаться по Невской, как после бомбежки. Еще и лужи скрывают дорожные ямы. Особенно на перекрестке Невская-Стасово. И колодесный люк напротив камеры, направленный на этот перекресток, постоянно открыт. На перекрестке Невская-Автозаводская после раскопок. На дороге не положили асфальт. Все дороги из Дальнего Засвияжья ведут к путепроводу, где образуются круглосуточные пробки. Нельзя ли в будущем сделать автомобильный переезд через ЖД-пути в конце улицы Пожарского и соединить ее с Октябрьской? Хоть одна альтернативная дорога будет. Сообщение от Ларисы Лаврентьевой. Улицы Шигаева. В прошлом году делали ремонт дороги, но ничего не изменилось. Вместе со снегом пропал и асфальт. Ямы огромные. Дороги по городу грязные. А все потому, что снег вдоль дорог за всю зиму никто так и не попробовал убрать. В сугробах под два с лишним метра высотой чего только нет. И сок, грязь и другое. Не захотели убрать снежные сугробы, а дорогу делать, видимо, дешевле? Умом чиновников не понять. В рамках ликвидации 15 мест концентрации ДТП планируется смонтировать светофорные объекты на перекрестках улиц Красноармейской и Орлова, проспекта генерала Маргелова и 10-го проезда Инженерного. Проекционную разметку пешеходных переходов установят на перекрестке Ленинского комсомола, Новосандецком, возле школ номер 29 и 31. Особую важность имеют крупные инфраструктурные проекты, капитальные ремонты, строительство мостов на улице Минаева и в створе улиц Смычки, Шевченко, Бульяновске. На мосту в створе улиц Шевченко, Смычки, летом строители приступят к сборке пролетов. В течение месяца подрядчики должны заказать металл. На эти цели им направили аванс в размере 168 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с дополнительным соглашением к контракту запланирован на декабрь 2024 года. Карточный, ямочный ремонт различными технологиями – это действительно работа ежегодная, и вот после таяния снега она должна быть постоянной и оперативной. Но второй этап, о котором вы говорите, это уже глобальные масштабные и программы, и масштабные средства по национальному проекту «Безопасные качества дороги». «Безопасные качества дороги» – этот национальный проект, он продолжает действовать. И мы чувствуем его эффект. Мы чувствуем, федеральные средства миллиардами рублей поступают, в том числе и в наш регион. В этом году мы отремонтируем 14 мостов в регионе. Это помимо двух, которые сейчас находят в центре города, это Минаева и Шевченко, Смычки в Своре, вот этих улиц. В прошлом году 10 мостов было отремонтировано. В позапрошлом, чтобы вы понимали, как темпы нарастают, 4 моста. То есть у нас из года в год идет увеличение этих видов работ. Порядка 70 километров мы откапиталим в этом году. Плюс у нас масштабные проекты идут по федеральным трассам. Это трасса Казань-Буинск, Ульяновск и Димитровгад. Работаем на Читы по созданию полноценной четверхполосной трассы от Ульяновска до Димитровгада. Уже закончены проектные работы объездов Чердаков, Леснового, Муловки. И в 2025-2026 году будут масштабные работы по объезду этих населенных пунктов. У нас ведутся работы по трассе примыкания съезда с М-5 до Ульяновска. Дорога тоже будет вся четверхполосной. Братаевское кольцо будет завершено до лета этого года. В принципе, темпы мы не избавляем. И даже министр транспорта к нам поезжал, Савельев. С ним мы внимательно посмотрели вот эти два наших больших объекта. Договорились о том, что будут выделены опережающим методом деньги на их достойку. Потому что, ну, действительно, мы планировали в 2024 году завершить эти работы. Но в связи с СВО деньги были отодвинуты вправо. Но сейчас мы ведем с ними работу на том, чтобы восстановить, чтобы мы все-таки в 2024 году один мост через Свиягу закончили, Шевченко, Смычки. А Минаева мы должны к середине 2025 года открыть полностью уже движение. Вы предвосхитили мой вопрос, потому что Минаевский мост – это такая теперь больная заноза. Все-таки середина 2025 года, да? Да, и Савельев, Виталий Геннадьевич, он действительно увидел этот объект и дал соответствующие указания. Мы ждем в мае дополнительного распределения средств, чтобы мы могли более динамично эти работы проводить в дальнейшем. Хорошо, но министр транспорта ведь еще посмотрел, да, некоторые наши работы. Было получено такое одобрение всех наших активностей и около аэропорта. Дальше будут продолжаться работы там? Да, мы ведем сейчас разговор о том, что в связи с увеличением рейсов из порта Боротаевка, мы открыли же дополнительные, сейчас рейсы, ну, многие уже знают, многие уже воспользовались, это и Калинингат, это и Минводы, и Махачкала. Сейчас у нас в планах на 2024-2025 год рейс Ульяновск-Минск. Мы сейчас тестируем, считаем рейс Ульяновск-Нижний Новгород, я тоже вижу здесь большой туристический потенциал, и Горно-Алтайск. В связи с тем, что у нас количество рейсов увеличивается, а значит и растет пассажиропоток, а значит и, соответственно, в одно и то же время несколько лайнеров должны находиться на перроне. Нам необходимо его отремонтировать, потому что перрон достаточно уже износен, полоса у нас новая, современная, в свое время на перрон денег не хватило, его оставили старым. Нам надо капитально ремонтировать сейчас перрон и расширять его для того, чтобы большее количество воздушных судов могли одновременно находиться на стоянке. Вот на эти цели нам необходимы порядка 2 миллиардов рублей. Тему тоже мы обсудили, определились в подходах. Но то, что это нужно делать, у министра такое понимание есть. Я думаю, в ближайшее время мы начнем реализацию этого направления. И я очень прошу вас, и как председатель общественной палаты, и как активный горожанин, и как главный редактор телеканала регионального, и вообще как путешествующий человек, я очень часто летаю и знаю, что такое ждать маршрутку, даже такси. Ночью вообще никто не приезжает туда. И очень сложно добраться пассажиру, а тем более туристу, если он не знает город, и добраться в центр города. Соответствующее поручение я уже дал. Сейчас мы будем смотреть и усиливать этот рейс из аэропорта до центра города. И в целом у нас предстоит большая реформа по реорганизации нашего общественного транспорта в городе, потому что мы немножко подзастрали мы в 90-х годах, когда частники разорвали все, так сказать, маршруты, не обеспечивать должное качество, должное обслуживание, регулярность рейсов. Поэтому будем усиливать наши государственные предприятия, закупать новую технику, автобусы. Там порядка 400 автобусов нам предстоит закупать. Ну, пойдем по программе лизинга. Тему также мы обсудили с министром транспорта. Но обязательно это будем делать, потому что это удобство жителей. Сейчас, к сожалению, у нас здесь пока очень много нареканий, много жалоб и ситуацию будем исправлять. Спасибо. Это такая позитивная информация. Ее действительно много ждут. И много пассажиров, и много тех, кто задействован в этой системе общественного транспорта. К сожалению, весенний половодие еще и несет угрозу и мостам, подтоплением и так далее, и так далее. Регионы России то там, то тут объявляют какие-то локальные, чрезвычайные ситуации. Слава богу, у нас пока минует это все. Мы прошли уже вот этот вот рисковый... На бога надейся, но сам не плашай. Так. И как мы не плашаем? Не плашаем. Мы подготовку к поводку начали еще месяца два с лишним назад. Мы определили проблемные места. Еще раз посмотрели, что необходимо сделать для того, чтобы минимизировать последствия поводковых явлений. Кстати, в этом году такое колоссальное количество снега выпало, что реально существуют риски очень больших подтоплений. Под рисками у нас порядка 500 домов в регионе. Это 1320 жителей региона. Вот. Что мы сделали? Ну, во-первых, на регулярной основе проводили штабы по минимизации поводковых явлений. Мы занимались рачисткой водоотводных труб заранее. Мы заранее привели подрывы льда на реках, где часто происходили вот эти подтопления, в первую очередь, в южных районах река с изранкой. Вот такая ситуация сегодня утром в Новой Беденге. Это улица Новая. С две стороны. Поток идет по водоотводной канаве. Однако вчера вечером здесь началось локальное наводнение, потому что в некоторых местах лежали вот такие трубы. Протока была заужена. Вода начала заходить в дома. Поднялась где-то, ну, максимум до метра. Однако это уже доставило много проблем для местных жителей. Приехали ночью спасатели МЧС и другие коммунальные службы. Район приехал. Помогли. Поводок в Ульяновской области начинается. Все муниципальные службы будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия. Допустим, вот только что мне поступило сообщение, что ряд населенных пунктов в Ульяновском районе и Шеевка подтапливается. Действительно, вот несколько дней подряд очень высокие температуры стояли в области, что привело к обильному таянию снега. Соответственно, земля уже и так насыщена влагой. Она не имеет больше возможности впитывать. Ну, соответственно, вода идет по поверхности. Поступают, в первую очередь, в ручей. В ручей в реки поднимается уровень. Ну что, прямо сейчас направлю наши службы туда региональные с насосами. Будем откачивать, будем ликвидировать и минимизировать последствия. Но главное, что муниципалитет знает, что делать, и региональная власть тут же оперативно реагирует, да? Все знают. Главное, вобами и оперативно отреагировать. Репортер 73 в эфире. И вот на этом предлагаю остановиться, поскольку у нас до конца эфира совсем немного времени. Но завершить хочу информацию о благоустройстве. Вот как вместе со снегом и асфальт ушел, так и стали видны все продукты жизнедеятельности. Что-то невероятное происходит на улицах. Очень грязно. Город очень неухоженный. Что будем делать с этим? Как будем наводить порядок? Что за кампания по благоустройству, по чистоте? Будем наводить порядок, будем наводить чистоту. С 5 апреля мы подряд проведем 6 пятниц чистоты, так называемых. 27 апреля у нас субботник. Уверен, что уже к концу апреля, ну к началу мая, город преобразится. Но когда листва распустятся, тогда совсем вот красота. Поэтому ничего страшного. Но ведем порядок. О программах озеленения, о комфортной городской среде мы с вами обязательно поговорим во второй части нашей встречи. А сейчас спасибо за то, что были с нами. И спасибо телезрителям за внимание. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин